Тайные знания, меняющие жизнь. Эдуард Кравец. Вся система Ричарда Баха. 70 практик, раздвигающих границы невозможного. Вступление. Свет в твоем сердце. Всегда, и особенно когда нам трудно, необходимо знать. Свет и радость существуют. И не где-то там, далеко, а рядом с нами. Так близко, что доступны нам в любой момент. Лишь протяни руку и возьми. Когда я вспоминаю свое первое знакомство с книгами Ричарда Баха, то перед глазами встает унылый и мрачный Петербург начала 90-х годов прошлого века. Не было яркой иллюминации и нарядной вечерней подсветки зданий, а под ногами хлюпала грязь на раздолбанном асфальте. Не было еще ни интернета, ни мобильной связи. Денег не хватало ни на что. Продукты выдавали по талонам. За хлебом стояли очереди. Мы, студенты-психологи, не видели для себя никаких реальных перспектив. Мы оказались в безвременье. Что делать? Уходить в бизнес? Брать клетчатую сумку и отправляться челноком в Турцию? Уезжать из страны? Но что-то удерживало от поспешных решений. Какое-то глубинное внутреннее чувство подсказывало. Должен быть другой выход. И за ним не надо ехать далеко. Он рядом. И мы начали искать его. В книгах. В новых, только открывавшихся тогда знаниях. И, конечно, в самих себе. Помню, как ехали через весь город на окраину. В поисках заветного книжного киоска с эзотерической литературой. Слово «эзотерика» только-только вошло в обиход. И открывая кое-как изданные, плохо переведенные, с кучей орфографических ошибок, первые на отечественном рынке книги Ошо, Кастанеды, Ричарда Баха, мы открывали для себя новый мир. И понимали, что давно, чуть ли не с детства, жаждали этого знания и тосковали о нем, даже не представляя, что оно существует. У всей нашей компании загорались глаза, когда мы смотрели на это средоточие всей мудрости человечества, на это богатство за стеклами промерзшего, заиндивевшего киоска у метро. Купить хотелось все, но мы, студенты, могли позволить себе лишь по одной книжке. В итоге, каждый из нас купил по одной на свой выбор, чтобы потом меняться книгами и зачитывать их до дыр. Я выбрал Ричарда Баха. Не знаю почему. Я ничего не знал об этом авторе. Узнать было просто неоткуда. И ни разу не пожалел о своем выборе. Едва открыв книгу, я почувствовал, как все невзгоды отступают. В книге было обещание чего-то прекрасного. В ней была надежда. В ней был шанс на обретение другой жизни. В ней было знание. Именно то, в котором я отчаянно нуждался. Вот она, и сейчас передо мной, эта книга в мягкой розовой обложке, с мелким, местами почти нечитаемым шрифтом, безо всяких выходных данных, отпечатанная на дешевой бумаге и едва ли в типографии, скорее, на ротопринтере в какой-нибудь мелкой фирме. Три произведения, самые знаменитые у Ричарда Баха, «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон, «Иллюзии» или «Приключения Мессии», который не хотел быть Мессией, единственное. Это знание стало моей путеводной звездой. Оно ведет меня по жизни и по сей день. Конечно, с тех пор было множество других открытий, но точка отсчета там, в книгах Ричарда Баха. Они научили меня никогда не сдаваться, даже если света в конце тоннеля не видно. Относиться к жизни, как к бескрайнему полю для творчества, где все зависит только от тебя. Знать, что радость не зависит от внешних обстоятельств, так как ты сам ее источник. Жить в уверенности, что наша задача на Земле быть счастливыми. И счастье вовсе не какая-то труднодоступная вещь. Оно наше самое естественное состояние. Мы начали строить свою жизнь на новых принципах. И мы ее построили. Сначала мы просто перестали зависеть от того, сколько стоит еда и одежда. А потом мы создали себе ту жизнь, когда все необходимое стало приходить само. Легко. А главное, в жизнь пришел смысл. И оказалось, что в ней есть место счастью и творческой самореализации и ощущению радостного, полноценного бытия. И до сих пор я уверен, что все лучшее в нашей жизни создается не деньгами, а раскрепощенным духом. И что преодолевает все невзгоды и побеждает в жизни лишь тот, кто ищет и находит свое Царствие Небесное внутри себя. Кто, как и Ричард Бах, знает, что его ведет по жизни веселая духовная сущность, которая и есть его истинное Я. Когда ты постигнешь, что такое этот мир и как он работает, у тебя сами собой начнут получаться чудеса. То, что другие люди будут называть чудесами. Ричард Бах – карманный справочник Мессии. Вы, конечно, читали книги Ричарда Баха и, конечно, знаете, что они совсем не похожи на психологический тренинг. Также они не похожи ни на философские трактаты, ни на пособия из серии «Помоги себе сам». Они ни капли не назидательны. Они никого не учат, как жить. Они просто вдохновляют и показывают путь. А идти по нему или нет решаем лишь мы сами. Ричард Бах уверен, нам не нужны ни учителя, ни Мессии, потому что каждый способен стать Мессией самому себе. Мы – такие удивительные существа, которые несут в себе всю полноту знания о мире и о том, как быть счастливыми в этом мире. Но почему-то крайне редко этим знанием пользуются. Кому-то оно дается легко, а кто-то спотыкается и долго блуждает в потемках, набивая шишки и синяки в поисках этого самого света в конце тоннеля. Эта аудиокнига-тренинг призвана облегчить вам путь, ваш собственный путь к знанию и силе, который предназначен вам и который никто, кроме вас, не пройдет. Но на этом пути вам могут понадобиться некоторые подсказки, дорожные знаки и указатели. Не каждый может найти их в книгах Ричарда Баха, метафоричных, лиричных, неизменно поэтичных, похожих на притчи, а не на учебник о том, как жить. Нет, мы не претендуем на то, чтобы дополнять, а тем более исправлять Ричарда Баха. Его книги в этом не нуждаются, они самодостаточны. Этот тренинг создан всего лишь по мотивам идей, встречающихся в книгах Ричарда Баха. Но, как показывает практика, он отвечает на вопрос, «Как конкретно применить эти идеи к реальной жизни?» Такой вопрос задают очень многие читатели Ричарда Баха. Мы хотим показать вам, что сделать это легко, потому что его идеи это не какие-то заоблачные абстракции. Они вырастают именно из реалий нашей жизни. Применить их на практике совсем нетрудно. Вам даже не нужно будет ничего менять в своем привычном образе жизни. Просто слушайте и выполняйте упражнения. Остальное сделает ваше подлинное «Я» – веселая духовная сущность, которой вы, наконец, дадите свободу и право действовать. Аудиокнига «Тренинг», которую вы слушаете, направлена на то, чтобы каждый слушатель мог получить максимальный эффект от прочтения книг Ричарда Баха и восприятия его идей. Практические упражнения, предложенные здесь, помогут вам не просто лучше понять эти идеи, но и дадут возможность изменить с их помощью свое сознание, а значит и свою жизнь, выйдя на новый уровень, тот, где чудеса не только реальны, но и являются нормой жизни, тем, что само собой разумеется. Мы еще мало знаем о себе и о мире, о своих истинных возможностях. Приготовьтесь к открытиям. Глава первая. Это чудесная игра под названием «Жизнь». Картина мира – это то, что мы можем изменить. У каждого человека есть свои собственные представления о мире. Обычно эти представления кажутся нам объективными, то есть мы думаем, что видим мир таким, какой он есть. Это заблуждение. Не нами сказано, кто-то видит всего лишь лужу на дороге, а кто-то видит отражение звезд в этой луже. Оба видят объективную вроде бы картину, но каждый выбирает в ней что-то свое. Кто-то то, что его угнетает, подавляет и обессиливает, а кто-то другой – то, что возвышает и показывает новые перспективы. Как вы думаете, ваше представление о мире помогает вам в жизни или наоборот мешает, чрезмерно усложняя жизнь, делая ее трудной, тяжелой, безрадостной? Это только кажется, что мы все живем в одном общем мире, одинаковом для всех. На самом деле, сколько людей, столько и миров, столько и представлений о мире. И если вы оглянетесь по сторонам и внимательно приглядитесь и к себе, и к другим, то обязательно заметите, что каждый человек является собой нечто вроде отдельной вселенной со своими законами. То, что правильно и справедливо для вас, может оказаться неправильным и несправедливым для вашего соседа по дому, хотя вы каждый день ходите одной и той же дорогой и видите из окна один и тот же пейзаж. Но его мысли и чувства, его стремления и желания, его убеждения, его цели и планы, его сны и мечты очень сильно отличаются от ваших. Так, что вы и в самом деле в каком-то смысле являетесь инопланетянами друг для друга. Единой, общей для всех картины мира, единого представления о мироустройстве человечество до сих пор не выработало, потому что каждый из нас воспринимает мир в соответствии со своими индивидуальными представлениями, верованиями, убеждениями. Кто-то унаследовал их от предков, усвоил в процессе воспитания и образования, кто-то вывел из своего собственного опыта, кто-то присоединился к господствующим в обществе взглядам. Так или иначе, но мы выбираем, во что верить, что считать за истину. Даже если эти убеждения навязаны нам, мы все равно сами сделали этот выбор, позволив себе навязать их. Выбор – вот самое важное слово здесь. Раз у человечества нет единого представления о мироустройстве, значит, мы можем выбирать, какую картину мира, считать для себя истинной. И выбор у нас на самом деле очень велик. Вы можете сделать выбор в пользу материализма и начать считать, что за пределами видимого материального мира ничего не существует. Вы можете следовать убеждению, что Бог – это выдумка церковников, что души на самом деле не существует, а человеческая жизнь – это череда страданий, заканчивающихся окончательной и бесповоротной смертью, пустотой и темнотой, за которой уже ничего нет. Но вы можете выбрать и другую позицию, начать считать, что мир устроен мудро и разумно, что в нем существует множество измерений, за пределами его видимой материальной части, что человек – это бессмертный дух, пришедший на землю и временно принявший человеческий облик ради получения нового опыта и знаний, а также ради удовольствия и приключений. Какая из этих двух позиций больше способствует оптимизму и жизнелюбию? Какая из двух позволяет чувствовать себя счастливее, а свою жизнь более наполненной смыслом? Конечно же вторая, в этом даже нет сомнений. Представьте, каким чудесным образом может измениться к лучшему наша жизнь, если мы позволим себе пусть не поверить, пусть хотя бы поиграть в то, что мы являемся вечными бессмертными существами, пришедшими на землю из других нематериальных измерений, чтобы поиграть здесь в увлекательную игру под названием жизнь. В самом деле, если никто не знает настоящей правды о том, как устроен мир и кто мы на самом деле такие, почему бы нам не поиграть в правду, которая позволяет стать намного счастливее, жизнерадостнее, успешнее? Почему бы нам не поиграть в правду, которая придает новый смысл нашей жизни, мгновенно улучшает настроение, выводит из состояния подавленности, депрессии, отгоняет мрачные мысли, а главное позволяет жить намного более насыщенно, плодотворно и полноценно? Такую игру предлагает нам Ричард Бах. И пусть поначалу нам может казаться, что это самообман. Но весь фокус в том, что когда мы начинаем играть в такую игру, сама жизнь словно включается в нее и принимает наши правила. И тогда мы понимаем, это в самом деле работает. А раз работает, значит, это уже не может быть самообманом. Значит, эти правила и в самом действуют в реальной жизни. Начав жить в новой картине мира, вы заметите удивительную вещь. Мир и в самом деле становится таким, каким мы его представляем. В этом состоит одна из самых чудесных неразгаданных тайн вселенной. Вы считаете, что вокруг лишь зло, что мир жесток и несправедлив? Он будет для вас именно таким. Но стоит начать считать, что мир полон любви, что все в нем происходит не случайно, что жизнь полна радости и смысла, что смерти не существует, а вы на самом деле вечны, бессмертны и могущественны, как мир волшебным образом преобразится, заиграет яркими красками и станет именно таким, каким вы его видите. Когда Дональду Шимоди, герою книги Ричарда Баха «Иллюзии», задали вопрос, почему он так уверен в истинности произносимых им слов, он ответил, «Я не знаю, истинно ли все это. Я просто в это верю, потому что это доставляет мне радость». Мы все вольны верить в то, что доставляет нам радость. И тогда сама жизнь начинает доставлять нам радость. И это истинная, а не придуманная радость. Вот в чем фокус. А если жизнь становится радостной, то в ней появляется множество возможностей, о которых мы и не подозревали. ? ? ?